Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Второе дыхание. 820 пациентов с пневмонией выздоровели и выписались из Талткурганских больниц. Однако инфекционные и провизорные стационары областного центра продолжают пребывать в больные. На помощь талткурганским врачам и пациентам пришли волонтеры из Казахстанской ассоциации непрерывного образования. Их подарок областной больнице пришелся как нельзя кстати. Казахстанская ассоциация непрерывного образования, объединяющая 43 талткурганских частных детских сада, внесла свой вклад в борьбу с пандемией. Совместными усилиями ее представители собрали порядка 600 тысяч тенге и приобрели на эти деньги кислородный концентратор. Портативный аппарат ИВЛ передан медперсоналу областной больницы. Мы объединили немножко часть своих средств, купили концентратор, потому что это самая необходимая вещь для тех людей, которые попали вот в эту трудную ситуацию. Вот купили водички и хотим всем просто пожелать здоровья. Я в свою очередь от Совета директоров хочу выразить благодарность всем учредителям, заведующим, которые приняли участие в этой акции. Мы еще раз убедились, что когда мы вместе, мы с силой. С 17 июня здание Талткурганской областной больницы получило статус провизорного стационара. Здесь развернуто 100 инфекционных и 185 провизорных коек. Сюда поступает наибольшее число заболевших Талткурганского региона. В этот период, когда вся страна испытывает трудности, отрадно осознавать, что есть люди, которые хотят помочь своим соотечественникам. Они делают большое дело. Хочу поблагодарить за бесценный подарок Казахстанскую ассоциацию непрерывного образования и ее представительниц. Ведь там трудятся по большей части женщины. И пожелать им крепкого здоровья. В нашей больнице около 200 пациентов с пневмонией. И им всем необходим кислород. Следует отметить, предприниматели бизнес-сообщества Алматинской области Active Bassiness Community совместно с благотворительным фондом Шугала планируют также приобрести для Талткурганских больниц порядка 70 кислородных концентраторов. Первый транш помощи «Подари жизнь» на сумму 7 миллионов 600 тысяч тенге уже стартовал. Евгения Присяжная, Асей Дуисенбек, телеканал ЖТСО. К другим темам. В Казахстане разрабатывают меры для защиты здоровья спортсменов. Они будут включать в себя различные мероприятия, формал-экологическое обеспечение, медицинское обслуживание и диагностику, а также новый регламент по возобновлению учебно-тренировочных занятий спортсменов и другие актуальные положения. Об этом стало известно в ходе онлайн-совещания Национального Олимпийского комитета Казахстана и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. В условиях быстро меняющейся эпидемиологической ситуации нужно предоставить все необходимое для обеспечения этой задачи, задействовать и эффективно перераспределить имеющиеся ресурсы двух ведомств, прокомментировали специалисты. Восточный Казахстан на грани мусорного коллапса. К неутешительному выводу пришли экологи. Специалисты проверили полигоны для складирования твердых бытовых отходов и выяснили, из 413 хранилищ санитарным нормам отвечают не больше 30. Экологи возмущены не размерами мусорных полигонов, а условиями складирования отходов. По санитарным нормам хранилище должно находиться в километровой зоне от жилых массивов. Нормы складирования ТБО соблюдены не только на 32 полигонах. В районах области разрослись 500 несанкционированных свалок. А вот единственный на весь Восточный Казахстан мусороперерабатывающий завод запущен в моногороде Риддер. К борьбе за чистоту подключились местные предприниматели и вложили в дело 300 миллионов тенге. В столице выявлено сразу несколько фактов незаконной продажи лекарств. Полицейские задержали мужчину, пытавшегося продавать лекарства без сертификата безопасности. При осмотре его автомобиля было изято 165 упаковок с капсулами китайского производства. Задержанный признался, что купил препараты через интернет. Во втором случае был задержан 33-летний мужчина. Полицейские сообщают, он пытался перепродавать дефицитные жаропонижающие лекарства. И в третьем случае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 6,5 тысяч масок. С начала проведения рейдов сотрудники департамента зафиксировали 38 фактов незаконной торговли медицинскими препаратами и средствами защиты. Общая сумма изъятых медицинских препаратов и средств защиты превысила 16,5 миллионов тенге. В Минске и других белорусских городах несколько сотен человек вышли на стихийные акции в поддержку оппозиционеров, которым было отказано в регистрации кандидатами в президенты. По данным правозащитных организаций, задержали свыше 30 участников несанкционированных манифестаций. Среди них журналисты, блогеры, несовершеннолетние. Ранее днем в Центре избирком забраковал большую часть подписей, собранных оппозиционером Валерием Цепкало. Председатель ЦИК также указала на ошибки в декларации данных экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико на участие в его предвыборной кампании иностранной организации. Сейчас он находится под стражей по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и дачи взятки. Этих двух кандидатов считали наиболее серьезными соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко, чью кандидатуру ЦИК зарегистрировал. Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором, как сообщается, показан удар по армянскому опорному пункту на границе двух стран. В районе города Товуз произошло вооруженное столкновение, и пока ситуация остается напряженной. В Баку сообщили, что потери за два дня достигли четырех человек. Вереване отмечают, что с армянской стороны потерь нет. Пять солдат и полицейские получили легкие ранения. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии изучения. Исследование показало, что некоторые антитела были произведены после одной дозы вакцины. Однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев. Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины третьего этапа, в котором примут участие 30 тысяч участников в 87 местах. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова